Закончили мы университет и нам дали направление сюда, в Терновку. У вас был выбор? Куда? А как вы выбрали именно Терновку? Был. Мы хотели с Верой вначале поехать туда, в Россию. Тянула же меня в Россию. Да и Вере говорю, мы же русские люди. А она у меня жена чисто русская, и отец, и мать у нее русская. Вот. И она, детство ее прошло там где-то, как у меня в России, в Тихорецке. А у нее там недалеко от Кустаная. Короче говоря, Казахстан. Далеко. Далеко. Мы туда хотели. И даже в таком плане, где-то я что-то исписался. Не буду ничего сейчас сочинять. Немножко запамятовал, как это получилось. Но чего-то поехал я, да, в Криворог, в брату, мама там, и мой дядька Яша. Говорят, ну куда ж ты поедешь? А маму оставишь здесь. Куда ты поедешь? Это тут. Это ж твоя родина. Это тут все. Вот. Я жене говорю, нет, Вера, все-таки вот убедили меня. Мы с Украины никуда не поедем, потому что это наша земля. Наша земля. И я так твердо и до сих пор говорю, это наша земля. В частности, моя и твоя. И моих учеников, земля моих детей, моих внуков, это земля наша. Вот. Что еще? Что еще? А как же вы все-таки именно Терновку выбрали? А, Терновку, да. И вот тогда же, наверное, как раз строили шахты здесь. Она строилась только. Только строилась Терновка наша. А потом пошла за обновкой, обновкой, и расстроилась наша Терновка. Вот. Мы почему сюда приехали? Потому что переговорили мы со своей, так сказать, классной дамой, Екатериной Александровной Ахомуш, переговорили. А я же говорил, что ее любимый ученик был выпускник тоже, студент. Раньше он нас заканчивал в университет. И уже был за в облано. То, говорит, Володя, а я был там комсоргом, комсоргом факультета. Ну, такой был шустрый. Все на мне. И газеты, редактировал газету, и активность везде проявлял. Вот. То, конечно, переговорила она с ним, и нас пригласили в облано, как сейчас. Мы приехали туда с женой, боимся же, куда нас направят, как. Ну, лишь бы не ехать туда уже в Кустанай. Вот. И говорит нам Зава Блано, говорит, строится новый город, а вы же два филолога. А там будут новые только школы. Только новые школы будут. И, конечно, будут у вас часы, будет у вас все там. Вот. Ну, только Шахтерский-то город. Вы не боитесь? Я говорю, да чего же мы боимся? Жена у меня, говорю, дочь Шахтера. Шахтера, есть у меня Шахтер, тем более знаменитый, ордена и медали имел от Калинина еще и так далее. Вот. И брат у нее старший тоже Шахтер. И вся их линия. И затек. Геннадий был тоже Шахтер. Все пошли там. Да и у меня. И так получилось, что если я не прямо там начинал вот эту деятельность в Шахте, то я же стал агломератчиком, закончил горное училище. То на практике я был и в Шахте. Ну, там Шахты рудные. Да. Там красные. Мы все красные вылазили оттуда. Из Шахты. То мы приехали сюда и нас хорошо здесь встретили. Хорошо встретили. Был такой председатель тогда постсовета. Это, дай Бог памяти, это было в 66-м году. В 66-м году. Вот. Котелкин. Был председателем постсовета. И мы ему приглянулись, что ли, что он говорит, так слушайте, вы нам нужны. А мы так думали, что если не получится, то мы опять уедем в Кривой Рог. Там жене там место находилось, иностранный язык, немецкий. Ну, а мне в другом районе. Кривой Рог же очень большой, тоже учитель русской языки. Или же уйти в газету. Меня пригласили там в газету городскую работать. Я уже соглашался. Червоный Герник называлась газета. Хорошая газета. Газета моей юности. Вот. Он сказал, нет. Сейчас он такую деятельность проявил. Позвонил где-то в правкомы, шахткомы, на шахты везде. Сказал, что вот молодая семья приехала сюда. Тут подключил он завхоза у нас в школе. Во второй школе. Тогда вторая школа. Она... Никакой банк там не был. И никакой не дом Пионерова. А была школа вторая. Да и ты же ее заканчивал. Ты же заканчивал. Вот. То она побеспокоилась и туда не выходила из шахткома. И нам дали сразу трехкомнатную квартиру. А мы приехали уже, кстати, богатыми сюда. У нас дочка была уже на руках. Понимаешь, дочка была на руках. Мы приехали с девочкой. С дочерью. Вот. Ну, а там еще в перспективе, что она так доказывала, в перспективе они молодые, будут еще дети. Они говорят, зачем, зачем сразу трехкомнатную? Пусть они идут. Вот однокомнатная. Жена моя мечтала хотя бы однокомнатная была. Она такая скромная. Говорит, ну, хотя бы однокомнатная. И балкончик был, и тут возле школы, и все. И вдруг нам дают трехкомнатную. Можешь себе представить? Это без гипербол, я скажу, это чудо было. Вот. И мы таким образом оказались здесь. Стали работать. Я работал и в этой школе учителем русского языка, и в вечерней школе историю. Историю и географию. Сейчас и историю, и географию вел. Вечерняя школа была там, внизу у нас. Это сейчас первая? Да, да. Нет, не первая. А была где, где вот там. Ну, была еще третья школа. Третья там в селе. В селе, да. Нет, это вечерняя была школа. Вечерняя была там, где вот автомобилисты вот там. Ага. Вот. Ясно. Да, вот там была школа. Ну, ее уже, конечно, закрыли. Там теперь гостиница. Вот. Где? А, я понял, понял. Где гости. Сразу под горой. Да, под горой. Владимир Юрьевич, а вот такой вопрос. Вот вы молодые приехали с супругой. И первое впечатление о Терновке. Что вам больше всего запомнилось в Терновке? Ну, Терновка, конечно, конечно, нам понравилось. Настолько понравилось. Здесь так все красиво было. Солнечно. Я потом много писал стихов. У нас есть, если сказать, солнечный город. Солнечный город. Вот. Потому что так оно и было. Здесь были ничего тут, вот тут, где и этого здания, где мы сейчас сидим, ничего тут не было. Там только школа была. И один домик, где Юрий Алексеевич Нагалов был музыкантом у нас, мой друг, царство ему небесное. Там только дом был. А так нет. Тут все только потом строилось. Тут ничего не было. Там ничего не было. Где вот эти, как мы их тогда называли, выселки. Их тоже не было. Вот. Но нам понравилось, что свобода. Я же русский человек широкой души, натура. Мне простор нужен. А тут красота, природа. Тут сады такие были. Их же потом выкорчевали, пропали. Я помню. А тут рядом за школой, за углом подсолнухи. Кукуруза была. Мы качанчики ломали. Студенты. Ну, начинающие учителя. Бедновато. Когда там еще будет зарплата. И на качанчиках жили. Как студентами в студенческой годы. Кукурузку ломали, ели. И друг с нами этот Юрий Алексеевич. Ой, такой был романтик тоже. Посмотри, Володя, какая красота. Тут дышится. Ой. Ну, а тебе пусть и пишется. Так он мне говорил. Ему дышится, а ему пишется. Вот. И мы таким образом тут якори бросили. Оставили в Терновке. Остались в Терновке. Были предложения. Мои вещи прошли конкурс. В газете Свердловка, Свердловск. И потом в журнале. И мы уже собирались с женой. Где-то года два мы тут поработали. Собирались уже уехать. И квартиру сдать. И все. Потому что хотелось мне и попробовать себя на журналистской ниве. Вот. И тем более в те края уехать. Там ближе к родине веры. Вот. На Луганщине. Ну, пришла целая делегация во главе с директором нашей школы. Покойным уже Александром Семеновичем Лысенко. Вот. Потом профком тогда модно было. Профсоюз, комсомол, партком. Все эти. Говорю, да вы что? И позвонили же этому Котелкину. Мэру тогда. По боссовету. Да. Что он нам дал такое добром. И он пристыдил нас. Ну. И мы так сказали. Да не, не поедем. Не поедем. А жена моя тоже растерялась. Только говорит. Да, да, да. Мы останемся. Нам нравится здесь. Ну, так от чего, если вам нравится? Чего вам там где-то бродить? Ой, союз этот очень большой. И, кстати, этот союз скоро треснет, как переспел Эрбус. Вот так сказал этот Котелкин. Такой мудрый был. Это в те годы он сказал? Да, в те годы. Вот. Он вот такое сказал. Я потом где-то отразил. У меня есть там частушка. Вот. Как переспел Эрбус. В общем, они, как говорят, всем гуртом вас уговорили. И вы решили остаться в Терновке. Решили остаться в Терновке. И по сей день, по сей час мы уже, я бы сказал, аборигены Терновки. Тут мы живем. Это наш город. Это наше все тут свое, родное. Вот. Хотя тревожное время сейчас, очень тревожное. Ну, а где оно сейчас спокойное? Жена порой мне говорит, да слушай, тут же вот видишь то и то, то. Может, нас там зовут друзья в Крым. И родственники у нас в Крыму. Вот. В Севастополе. Ее там брат недавно умер в Севастополе. Ну, все племянники там. И наши большие друзья в Алушче, где я в молодости проработал почти 10 лет. В школе я был. Завучим. Вы же каждый год ездили летом. Я помню, мы с вами ездили. Да, ездили мы туда, в Алушту. Я был начальником пионерского лагеря. Вот. Летом там, а зимой я здесь. Поэтому я отказался. Тут меня приглашали и в первую школу тогда она, и строилась тогда еще четвертая школа. И меня приглашали директором, но я везде отказывался, потому что я ездил все время, каждое лето в Алушту. Я был влюблен в Алушту. И потом дочка моя, она так море любила, и так она купалась хорошо, вот, что ей ничего не надо. А Бог нам дал потом детишек, но говорить очень тяжело об этом. Ну, кстати, они вскоре умирали, потому что уже когда вызвали сюда самолет, и на нем эту реабилитационную службу, то сказали ребята, что где он служил. Вот. А, не догадались медики, да? Не догадались, я же скрывал, мне нельзя. А жена все-таки сказала, уже потом мне стало известно, что вот служил Челябин в 40. Ну, а врач, который, говорит, все понятно, все, голубушка, понятно. Вот. Вам, конечно, больше детей мы не рекомендуем, потому что это очень тяжелое дело, рожать, а потом хоронить. И так мы остановились, но потом постарели, даже отпала эта идея, вот так и живем. Бог дал нам двух внуков, хорошие внуки. Владимир Владимирович, а вот книжка, как она называется, «Барабашка», я вижу. «Барабашка», это название детское, вот, вот этот домовой, который в каждом доме живет, и его, этого домового прозвали «Барабашкой», это с детского лексикона, так оно и пошло, «Барабашка». И вот он в каждом доме живет и такие порой ужасы наводит на детишек. Ну, а я, что, и вот первый с утра, так называется «Барабашка». Кто ты, кто ты, «Барабашка», может, ветер, может, зверь, все стучишь, стучишь, бедняжка, барабанишь нашу дверь. Домовой совсем не страшен, весь в делах он с головой, В доме он всегда на страже, он ведь свой, а не чужой. Но другое дело этот, иностранный полтергейст, Он вистит, гудит, как ветер, как заржавленный оркестр. То бормочет, то скрежещет, то босит, как чумовой. Не пугай детей и женщин, нам не страшен ропот твой. Вот такая страшная концовка, что тут есть. Может, ты, красавчик голый, или помятый, словно бомж. Мы найдем тебе рубашку и штанишки, и утюг. Только, милый барабашка, улыбайся нам, как друг. Вот такое. Наташа ходит в детский сад, можете представить. Наташа любит петь, плясать. Пошел Наташе третий год. Ох, далеко она пойдет. Она моя племянница. Она всем людям нравится. Вчера спросил я у Наташи. Кем будешь, милая племяша? И мне ответила Наташа. Я буду дядя Вова Алла Пугачева. А вот такая, ну, детская, детская так есть стихи. Они сами по себе. А вот то, что я знаю, что и Сереже понравится. Находчивый Миша. У нас сегодня было пять уроков. Меня по всем спросили. Ух, и строго пропел с порога Миша, как скворец. И что же ты принес нам без упрека? Спросил у третьеклассника отец. Сынок с досадой глянул на ремень. Вдруг гордо выпалил скороговоркой. Свои отметки я держу в уме. За два урока я принес четверку. За остальные три пятерку. Вот такая арифметика. Называлось, наш литкружок назывался, значит, лицеисты. Мы тогда лицеистами, как Пушкин, лицей. Ну, так оно нас... А потом уже и в горном училище стало горное училище лицеем. Но это потом, потом. Да, это потом. Да. Так вот, вот такие стихи. Я сейчас буду читать понемножку. С каждой книжки хотя бы по одному. Мелочи жизни. В общем умывальнике гостиницы, Что над морем рассекает синь, Я забыл свои часы и мыльницу. Тут же, по всем правилам разинь, Мне пришлось сказать вещам аминь. Без часов, конечно, неудобно мне. Мыльница, конечно, чепуха. Наплевать на мелочи подобные. Только стыдно мне, Что в попыхах я толкнул кого-то в пасть греха. Название книги очень многое значит. Это серьезное название. Ну да, серьезное. Да будет воля твоя. Это, конечно, ну как же, как же, Как же тут вот воля твоя. Ноя в колче, и голубь, и сам голубь, и вечность. Это земной шар. И вот тут эта книга интересная была. Она хорошие отзывы получила и в издательстве, И у читателей. И в радости, и в горе, чу снежных не тая, Ни с кем не стану спорить, Лишь прошепчу любя, Да будет воля, Господи, твоя. Ну, чтобы вот тут подвести как бы итоги немножко. Вот ты спрашивал все, Как тут мы оказались в Терновке, И зачем она, и мы зачем ней. Я написал стихотворение, И я бы сказал такое, Ну что ли, заглавное. Адрес судьбы. Потом и книжка у меня такая выйдет отдельно. Мою судьбу читает осень Деревьям, птицам, облакам. Моя судьба, как на подносе, Видна трудягам-землякам. Она прописана в глубинке, В шахтерском, звездном городке. Она звенит добром, чудинкой, В любом моем ученике. Она о родине, о долге. Кричать не станет, не беда. Терновка родина надолго, Терновка долг мой навсегда. А где она, Терновка эта? Банально спросят остряки. И я отвечу, нет секрета. Терновка там, где горняки. Терновка там, где терн, где росы. Где словно книгу по строкам. Мою судьбу читает осень Деревьям, птицам, облакам. Моим трудягам-землякам. Моим лихим ученикам. И вам, и вам, и вам, и вам.